Диктатура закона Диктатура закона Диктатура закона Чем больше такая компания сможет сэкономить, тем больше сможет пополнить свой капитал По сути, обслуживающая организация по своей воле является временной формой управления жилым комплексом По факту, когда многоквартирный дом уже построился и благополучно сдался в эксплуатацию Простому среднестатистический житель данного дома озабочен бытовыми хлопотами Связанные с переездом, покупкой новой мебели, ремонтом И едва ли ему хватает времени, чтобы как-то это все совместить с его работой И поэтому новоиспеченным жителям вообще нет никакого дела до КСК А говорить о наличии форума жилого дома или организации общего собрания Зачастую становится почти невозможным И тут на помощь приходят аффилированные, либо не аффилированные обслуживающие организации Которые берутся обслуживать данный жилой комплекс И при этом они намертво запускают корни глубоко под фундамент данного дома Но это я утрирую А теперь о главном В любом жилом комплексе имеются площади, помещения и подвалы Которые являются общим имуществом И принадлежат всем собственникам на праве общей долевой собственности Данное определение дается в пункте 2 ст. 31 Закона Республики Казахстан о жилищных отношениях Что такое кондоминиум? Кондоминиум это совместное вводение, обладание единым объектом Пусть только КСК, либо управляющая компания в обязательном порядке Должны произвести регистрацию объекта кондоминиума Отсутствие таковой регистрации ведет к незаконному обладанию общим имуществом И незаконному обогащению Право собственности возникает с момента его регистрации в установленном законном порядке То и общее имущество дома без регистрации объекта кондоминиума Юридически не принадлежит собственникам И по сути является бесхозным Нужно запомнить, что отсутствие регистрации кондоминиума ведет к незаконному захвату общих территорий, общих площадей третьей милиции. А теперь, друзья, мы пойдем и посмотрим на живом примере, что такое общее имущество, где собственно нарушается закон и как на этом обогащается КСК. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас как раз находимся на придомовой территории одного из таких жилых комплексов в городе Астана, где арендаторы арендуют общую площадь дома. Пойдемте и выясним на основании чего они оплачивают и кому они оплачивают деньги за аренду. Здравствуйте. А с кем мне поговорить здесь? Получается, мы хотели тоже арендовать здесь площадь небольшую. С кем еще разговаривать? Не подскажете вот здесь вообще? Вы же арендуете это помещение, площадь? Мы тоже хотели арендовать здесь. С кем можно будет поговорить? Здесь администрации нет. Нет администрации? А кто вообще занимается? Здесь хозяин. КСК? Да. Председатель, да, получается, КСК? А как? Да, мы не хозяевов нет. Как? Хозяевов нет здесь? Да, трое. А как? Кому туда вообще платить? Вот мы хотели один терминал поставить и банкомат вот рассмотреть. Надо пасть? Банкомат? Получается, он туда сейчас прямо подняться, его право подняться, он вам охранит полностью, что расскажет. Ага. Получается, конкретного хозяина нету, да? Есть. Нет, вы пройдите вот в супермаркет, заходите, выходите в отбор. Ага. И напротив там ше... И туда прям заходите. А, это ТВО, да, обслуживающая организация? Да, да, вот тут встать не очень хорошо, постоянно. Да? Постоянно, не забрали уже. Сколько вообще здесь стоимость вообще этого? Он недорого возьмет, дорогая и двое мясо. Можно договориться, да? Ага. Там за 20-й по-смингу. Ну, нам где-то 4 квадрата надо. 4? Можно уже меньше. Можно меньше, да? А все, договор все заключают, да? Или нет? Или так просто договариваемся? Без договора. Вы без договора, да? Без договора. Ну, нам обычно договор нужен. Да, вы сами договорились. Да? А вы договор заключали, нет? Да, я не знаю. Так. Здрасте. А вы не подскажете? Вот мы хотели здесь банкомат поставить. Угу. А с кем разговаривать? Вы еще... Вот директор стоим. Директор? Нет, серьезно, просто здесь говорят, что хозяина нет. К РСК, да? К нему подходить. Ах, 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 ах. Он вам даст телефон. Ага. А как? Какой будет? О, вообще классно было. Ну, тут у нас часто спрашивают, вообще, очень часто, ежедневно. Раньше вот... Мы вот просили сюда, ну, разговаривать не с кем было. Вот вы же тоже по договору, да, получается, арендуете? А вообще цена какая-нибудь скажете примерно? А КСК как называется? Нет, надо у него подойти, у охранника взять телефон. А, вот охранник. Я понял, вот, респект. Респект, ага. Здрасте. А мы вот, хотел вот спросить по поводу аренды, вот, площади здесь, под банкомат. А, под банкомат? Да. Это уже администрация надо решать? С ними, да? Да. А этот вообще... А кто вообще хозяин? Это, знаете, время уже сегодня поздно уже. Вот такой есть. Как? Председатель. А, председатель. Да, вот, стим напишет. А, получается, с КСК, да, разговаривает? Да, да, да. Ага, они вообще могут, да? Во дворе. Во дворе? Вот потому что мы смотрю, вот здесь вот они стоят, вот тоже хотели вот так вот арендовать, поэтому спрашивайте. Я не знаю, это с ними надо решить. Хоть о чем мы охранники. Понятно. Все, если КСК решает, тогда мы с ними будем разговаривать. А как КСК называется? Это-то... Каждый квадратный метр такой полезной площади может быть сдан в аренду для извлечения денежной прибыли. Чем я охотно пользуются такие обслуживающие организации или председатели КСК? Они сдают вот такие полезные и привлекательные площади таким арендаторам, как банкомат, терминал и многое другое. Я уже не говорю о сдаче в аренду таких помещений, как подвал, технические этажи, целые коридоры и так далее. Мы уже говорили о том, что данные площадя должны быть зарегистрированы как единый комплекс в виде кондоминиума. До такой регистрации все сделки с общим имуществом дома не приобретают юридической силы. Мы на своем опыте столкнулись с подобной проблемой. Одному из жителей такого жилого комплекса надоело выяснять, откуда в его подъезде находятся такие арендаторы. Мы подали иск в суд о признании данного договора недействительным, о обязании произвести демонтаж таких конструкций и обязали снять рекламную вывеску. Решением именем Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года специализированным межрайонным экономическим судом города Астаны было установлено, что совершение сделок с общим имуществом без регистрации объекта кондоминиума не допускается. В судебном заседании было достоверно установлено, что управляющая компания предоставила в аренду ответчику помещение являющегося общим имуществом без регистрации кондоминиума, а также без проведения общего собрания и получения согласия собственников помещений. В данном случае суд приходит к выводу о том, что управляющая компания неправомерно, без законных на то оснований заключила договор аренды с ответчиком и предоставила последнему помещение, являющееся общим имуществом собственников помещений. Иск об обязании ответчика произвести за свой счет демонтаж конструкции бутика и освободить занимаемую площадь подлежит безусловному удовлетворению. Таким образом, друзья, мы вам показали на живом примере, что существует проблема. И эта проблема обусловлена незаконной сдачей в аренду общего имущества дома. А сдавать такие помещения или нет, это решать вам, друзья. Поэтому это является исключительной прерогативой всех собственников квартир. Мы считаем, что управление многоквартирным домом должно оставаться за собственниками квартир, которые выступали бы в роли заказчика, а техническое обслуживание передать сервисным организациям в роли подрядчика. Кто как не собственник заинтересован в улучшении и сохранении своего дома, а посторонние им лица, это неинтересно. Они преследуют другие цели. Судьба вашего дома в ваших жилках. Это был обзор о нарушениях закона, друзья. Надеемся, что информация была для вас полезной. В следующих выпусках мы поговорим с вами о смене формы управления жилого комплекса, выясним, за что мы платим деньги, поговорим о тарифах, расскажем, как зарегистрировать кондоминиум и как создать КСК. Подписывайтесь на наш канал и при этом не забывайте нажать на колокольчик, и тогда вы будете в курсе всех наших обновлений. Помните, правовое государство начинается с вас. Увидимся.